Победное знамя доставили в поселок Красное. Депутаты окружного собрания привезли точную копию знамени 79-го стрелкового корпуса Идритской дивизии в Дом культуры. В преддверии Большого юбилея для учеников организовали урок мужества. Учителями выступили депутаты. Они рассказали ученикам, почему важно знать историю и что значит настоящий герой. Копия штурмового стяга 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идритской стрелковой дивизии. Это знамя стало итогом большой кровопролитной войны 20-го века. За него отдали жизни миллионы советских людей, в том числе из Ненинского округа. Эти факты хоть и общеизвестны, но повторять их стоит не раз, уверены окружные депутаты. Они приехали в Красное на урок мужества. Это не только работа, это наша святая обязанность рассказать еще раз о Великой Отечественной войне, всю правду, для того, чтобы у наших школьников, у всех жителей Ненинского автономного округа еще раз что-то в душе шевельнулось, и мы все поняли, что для каждого из нас означает эта Великая Победа. У тех, кому посчастливилось не встречаться с войной, свое представление о Победе. Для Анастасии Чупровой Великая Победа – это ее дед. Чупров Василий Леонтьевич – один из 326 красновцев, участников войны, и один из немногих, кто вернулся живым. Каждые 9 мая семья Чупровых собирается вместе, чтобы почтить память своего героя. Я его сама не видела. В 1997 году, когда я родилась, он уже ушел из жизни, так вышло. Но, конечно же, по истории, я много о нем знаю, когда рассказывают родители. Он ушел на войну, он вернулся и потом всю свою жизнь работал оленеводом у нас в Ненинско-автономном округе. Для Александра Сметанина причастность к Великой Победе – это возможность быть полезным. Уже пятый год он посещает военно-патриотический клуб «Поиск». Вместе с ребятами они изучают оружие, занимаются боевыми искусствами и сотрудничают с ветеранами. Это мне пригодится в дальнейшем, потому что нас всех ждет военная служба, и мы тихонечко учимся. Ты хочешь идти в армию? Придется, наша обязанность. Завершился урок мужества церемонии награждения. Три педагога Красновской школы «Дети войны» получили юбилейные медали к 70-летию Победы. Накануне 9 мая почетными знаками наградят и труженька в тыло.